Сейчас многие страны прошли через это. Мы не первые и не последние. Многие говорят, вот надо вырезать отсюда всё, вот жёсткие правила установить. Есть пример. Есть Китай, в котором под знаком смерти, да, там была смертная казнь введена за игорный бизнес. 30 миллиардов годовой оборот чёрного бизнеса. Можете себе представить, когда человека берут и расстреливают за это всё. 30 миллиардов. В своё время Папа Римский в Италии запрещает игорный бизнес. На 6 лет. Ровно через год на границах с Италией начинают строить заведения игровые. В год 8 миллиардов евро Италия начинает терять. Они посидели-посидели 6 лет и сказали, да ну тебя в баню, Папа Римский, ты там уже у себя посиди, а мы откроем как-то, ну легализуем. Они сделали тоже определённые условия, ввели этот бизнес и он работает. Да, детей никто никуда не пускает. Да и в принципе, вот многие сейчас политически просто кричат, дети, дети, дети. Я вам скажу честно и откровенно, в моих объектах, даже до того момента, когда там был запрет на 18 лет, мы их всё равно не впускали, этих детей. От них, во-первых, никакого толку. Во-вторых, это сумасшедший геморрой с их родителями. Потому что если ребёнок, не дай бог, где-то на объекте проигрался, это целая тоскальность. Приходит куча людей, там начинают кричать, там начинаются какие-то выяснения отношений, и они денег не приносят. Что ребёнок может принести 50 копеек? Оно не стоит того. На самом деле, кассу игровых заведений делает всего лишь несколько человек. В основном это были, ну, до 2009 года, это были специалисты налогообложения, которые работали в структуре государственной власти, те же милиционеры, понимаете. Это были люди, которые менялы, которые стояли тут же возле рынков и обменивали валюту. Вот кто делал кассу, других не пускали этих детей. И вы знаете, вот доходило даже вот эти вот ограничения, доходили просто до маразма. Вот я знаю, в Литве у меня просто знакомый, тоже владелец крупной компании в Литве, у них был случай, они тоже детей никогда не пускали. Прибегает отец с ребёнком, которого рвёт, и просит их впустить его с ребёнком в раковину. А раковина находится, естественно, на территории зала. Он заносит этого ребёнка, понимаете, моет его там, и в этот момент заходит инспекция, и у него отбирает лицензию, которая стоит сумасшедших денег. Понимаете? Ну и что, этот ребёнок, его даже не играть занесли туда, его помыть занесли на самом деле. И он с камерами там, в камеры засняли процесс, что действительно отец его занёс в эту раковину, помыл. Понимаете, это как метод конкурентной борьбы использовался на самом деле. Поэтому вот делать акцент на том, что там нельзя запускать детей, да мы их и так не запускали.